Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать о четырех самоделках, которые мне пригодились для строительства. А именно, делали мы пристройку из пеноблока, это будет котельная. Так вот, в процессе строительства возникали некоторые трудности, решения которых мы попытались ускорить, мастерив по ходу строительства полезные самоделки, о которых сегодня и пойдет речь. В самом начале мы столкнулись с необходимостью переноски пеноблока из места разгрузки к месту, собственно, стройки. Да, можно просто таскать по одному пеноблоку, но займет это больше времени, чем по два, так как они легкие, 25-е пеноблоки. Таскать их можно по два, но по два неудобно друг на друге таскать. Поэтому в металлоломе нашел вот такой каркас от школьного стула и сделал из него ничто иное, как захват для переноски пеноблока. После этого переносил все в два раза быстрее. Конечно, пристройка у нас небольшая, и кто-то скажет, что я дольше делал этот захват или переноску, приспособу для переноски пеноблока. Ну, пока я соглашусь, да, время нужно какое-то потратить, но теперь они у меня есть. И на следующий объект уже мне не придется их делать. Это, кстати, касается и следующих самоделок, о которых я буду говорить. Они у меня есть, мне делать их не придется. Ну, в принципе, следующие делаются очень просто самоделок. Так, ну вроде блоки перенесли, теперь их нужно положить. Клазь будем на клей, или точнее клали на клей. Кладется быстро, легко, удобно. Самое долгое в процессе кладки, наверное, занимает нанесение самого клея. Поэтому было решено сделать приспособу из шпателя и обрезка в сотой доски. Получается вот такая вот каретка для нанесения клея. Кладка с этой приспособой пошла в два раза быстрее. После того, как прошли пару рядов, необходимо делать связку. Мы делали это арматурой. Для того, чтобы не было перерасхода клея и не было толстых швов, вообще все выглядело более-менее красиво, арматуру надо утопить в пеноблок. То есть нужно сделать штрабу. Можно сделать это просто болгаркой, но тогда будет очень пыльно, шумно и вообще неприемлемо. Продается также специальная приспособа. Но где их купить, искать вот это долго очень. Было решено сделать очень простую приспособу, скрутив всего лишь две доски и накрутив в них саморезы. И теперь легким движением, без шума, без пыли, быстро, легко, удобно делается штраба. На том расстоянии, где накрутили сами эти саморезы. У нас пристройка маленькая, одноэтажная. И одной штрабы посередине, с вложенной туда десятой арматурой, будет достаточно. Как я уже говорил, блоки кладутся легко, потому что они ровные. Наклей, тоненький слой, все это быстро кладется. Но на самом деле не такие уж они ровные. Немного все равно друг от друга блоки отличаются, и по высоте в том числе. Получить мы можем вот такую ступеньку, которая влияет на дальнейшую кладку, чуть-чуть будет уходить все это, ширина слоя опять-таки меняется, перерасход клея некоторые происходят. И надо как-то сравнивать вот эти ступеньки, и тогда получится близкая к идеалу кладка. Для этого продаются специальные рубанки. Мы же пошли другим путем. Поехали в хозяйственный магазин, купили вот такие вот пилки. Они там, кстати, стоят по 8 рублей. Мне даже кто-то в комментариях писал, где ты такие цены нашел, ты при коммунизме что ли живешь, может быть у тебя блоки по 40 копеек. Но, друзья, на самом деле мне некого там обманывать. Реально они стоят по 8 рублей, эти пилки по дереву. Но посмотрите, кто где живет. Я вот живу в Московской области в 2020 году. Пилки стоят 8 рублей по дереву в обычном хозяйственном магазине. Ну, в комментариях попрошу вас написать, если вы где-то видели у себя такие пилки, сколько вот они вообще у вас стоят. Ну, просто интересно. Далее я эти пилки попилил пополам и вклеил каким-то двухкомпонентным клеем в деревяшку под углом, ну, по-моему, 60 градусов. Получилась вполне рабочая приспособа, теперь эти ступеньки легко убираются. Вот такими нехитрыми приспособами мы пользовались во время строительства и потратили меньше сил, чем могли бы потратить без этих приспособ. Сейчас идет уже этап крыши и скоро уже пристройка будет готова. А на этом на сегодня все. Оставьте своих пару слов в комментариях насчет таких самоделок, полезные или не полезные, как считаете. Ссылки на китайскую оснастку с Алиэкспресса и на инструмент, которым пользуюсь, я оставлю в описании. Заходите, смотрите, покупайте. Я все, что у меня есть, я там по этим ссылкам покупал. Ну и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки, если видео оказалось полезным для вас. И жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Спасибо вам за просмотр, желаю хорошего настроения. Пока-пока.